Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Гамилькар Барко. Сегодня мы начинаем серию летсплеев первого рима. Давно у нас не было в группе летсплеев прохождений первого рима. Вообще, в последнее время забросили это направление, только онлайн бои у нас были. Я что-то решил, что пришло время поиграть в первый рим в кампанию. Играть мы будем за карфаген. Сложность кампании у нас высокая. Сложность в сражении у нас высокая. Начинаем. Прошлой ночью детский плач разбудил меня. Мне снился страшный сон. Я видел падение нашего города. Голые кости под палящим солнцем. Карфаген разрушен. Почему Бао посылает мне такие видения? Он не жесток. Он хранил нас. Мы победили во множестве войн. Наши торговцы объездили весь мир. Но сейчас я боюсь. Я ничего не могу с этим сделать. Чужаки, недочеловеки завидуют нам и говорят про нас ужасные лживые вещи. Они не понимают, а потому лгут. Но римляне, да, римляне, настоящие мастера лжи. Приближается война. Я уверен, у меня больше не будет ложных видений. И сегодня дети будут спать спокойно. Да, дети будут спать спокойно, а мы будем делать все для того, чтобы дети спали еще более спокойно. Да, про Карфаген было много лжи в истории. Как это бывает даже сейчас, мы можем видеть, что тех, кого боятся, пытаются выставить в дурном свете. То же самое было и с нашим Карфагеном, за которым мы будем играть. Итак, друзья мои, ждем, пока закончится загрузочка. И определимся с задачами на первую часть игры. Ну, самая основная задача у нас сейчас будет захват Испании. Дальше у нас будет задача, это захват Сицилии, защита Коралеса, потому что дом Юлиев и все остальные римские дома будут пытаться захватить это наше поселение, это наш островок. Такие вот задачи у нас будут стоять на первую половину игры. Посмотрим, что это у нас получится делать, а чего мы не сможем сделать с самого начала. Обратим внимание на стройку. Будем строить в первую очередь здание экономического сектора, будем укреплять нашу экономику. Начинаем с дорог по всей нашей, я бы не сказал, что не необъятной империи, но довольно-таки обширной территории. Территорию строим везде дороги, где это возможно. Так, дороги вроде везде построили, теперь посмотрим, что у нас с армией, что у нас с войсками в Кордуме. Это наш такой плацдарм на данный момент в Испании. Войска мы пока нанимать не можем, потому что она не хватает населения. У нас 1400, нам нужно, чтобы было 2000 населения, после этого мы сможем перестроить город и построим нормальный казарм, и сможем нанимать нормальных юнитов. Отправляем нашего дипломата к испанцам для заключения торгового договора, дальше у нас будет Галлия и остальные воровские племена. В Африке отправляем нашего дипломата к намедийцам, там тоже заключим с ними договор. Второй момент тоже важный, объединяем флоты и в порт Карфагена их отправляем. В Карфагене же наймем 4-5 отрядов кавалерий с круглыми щитами. На данный момент наш лучший юнит, в котором мы располагаем. Так, на Сицилии мы юнитом нанимать не можем достойных, поэтому не будем еще нанимать нашего лазутчика. Отправляем поближе к Сиракузам. Воевать с греками я не буду, подожду пока римляне захватят Сиракузы и только после этого нападу, объявлю войну этим римлянам и захвачу город Сиракузы, после чего захватим Миссану. Заводитесь, зачем нам лишний раз себе лишних врагов создавать. Закончили ход. Смотрим, что у нас по экономике. Естественно, мы вышли в минуса, потому что первый ход очень много денег потратили на дороги, но видим, что построились дороги на территории всей нашей империи. Прекрасно. В Карфагене нанялся отряд кавалерии с круглыми щитами. Начинаем опять стройку. Так, это Кордуба, нищий город. Пока здесь ничего не будем строить. Это у нас Пальма, а в Пальме можно построить рынок. Дальше идем Коралис. Так, в Коралисе. Коралис, 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 Коралис. Он у нас походу... Сейчас будет атакован римлянами. Давайте построим два хода, я там успею построить здесь. Рынок. Идем дальше. Дальше у нас Карфаген, где все очень дорого, поэтому пока ничего не строим. Это у нас ФАПС. В ФАПСе строим, конечно же, порт. Карфаген это морская держава, во-первых. А во-вторых, в ВИМе основную часть дохода дают именно порты. То же самое, в Либе и строим порт. Войска нанимать нигде не будем пока. Не забываем, что у нас в Карфагене идет найм кавалерии с клубными щитами дипломата. Отправляем в Цитру, столицу Нуминдии. Так, дипломат наш. Да, вот он. Скалабис. Испанский город. Предлагаем информацию по карте, торговый договор. Испания соглашается. Идем галом. Идем галом, и на этом можно закончить ход. Заканчиваем ход. Видим, что Рим начал осаду в Сиракузе. Думаю, скоро этот город пойдет, и мы начнем войну с Римом. Так, ну, Миди предлагаем информацию по карте, торговое соглашение и, возможно, Союз. Соглашается они. Почему я предложил Союз? Потому что это позволит нам обеспечить безопасность тылов. Ну, конечно же, все эти соглашения в первом риме довольно-таки относительная вещь, но, хоть небольшую, но стабильность на определенный срок этот договор нам, безусловно, даст. Сможем спокойно заняться захватом Испании и войной в Сицилии. Так, осада Сиракуза Римом продолжается. Давайте прибежимся по строительству и посмотрим, что где мы можем построить. Ну, в принципе, мы можем построить рудники, либо поля. Давайте построим пока что поля в кордубе. Это увеличит рост населения, но в то же время это будет довольно-таки негативно сказываться на общественном порядке в дальнейшем. Так, казна у нас в плюсе, это замечательно. Так, торговцы и борты построены, тоже великолепно. И конец нас продолжает наниматься. Рим продолжает осаду Сиракуз. Мы можем нанять здесь наемников, наемные пельтасты и наемные гоплиты. Ну, пельтасты довольно-таки эффективны, я бы вам сказать, против римской пехоты, но... Мы и без нее, в принципе, справимся. Видим, что дом Юлиев высадился уже возле нашего города Коралис. Давайте построим в Коралисе стены. Это позволит нашему городу поддержаться достаточное количество времени, чтобы подкрепления из Африки прибыли и сняли осадку этого города. Дипломат наш отправляется к Галлам, в Мансия. Подлагаем информацию по карте и торговое соглашение. Да, ага. Так, согласились, прекрасно. Теперь идем к германцам. Займёты довольно-таки много времени. Так, второй наш дипломат находится... Вот он здесь находится, он будет идти в сторону Египта. Так, прекрасно, все, что нужно, мы все сделали. Можно заканчивать ход. И так, прекрасно. Дом Юлиев объявляет нам войну, атакует Коралис. Прекрасно. А сейчас мы в ответ на это атакуем Асиракузы. Верняем, атакуем Иссенну. Осадим её. Наймём Гаплитов и Пельтастов. Посмотрим, что вообще с гарнизоном в этом городе. 78 человек. Два отряда тяжёлой конницы римской. Довольно-таки большой опасность нас представляет римская тяжёлая конница, генеральская охрана. Поэтому подождём, пока римляне сами выйдут и нападут на нас. Война, 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 война. Карфаген, дом сцепионов. Набор отряда завершён. Строительство в Коралисе, построенный деревянный чистокол и в корбе расчистка земель, поля. Казна у нас 2300 прибыль. Проступок. Дом Юлиев объявили нам войну, пидоры. Так. Сажаем всю кавалерию нашего четыре отряда и отряда мидийцев на корабли и отплываем в сторону Коралиса. Отплываем в сторону Коралиса и атакуем римлян. Два отряда Гастад. Я думаю, что имеет смысл самим вступить в бой. Быстренько разобьём эти два отряда. Даме минимизировать потери наши. В принципе, я думаю, что имело бы смысл сейчас высадиться в Галлии и начать войну с Галлами. Я вот не знаю. Посмотрим, если у нас будет время до конца этой серии. Это сделаем, это сделаем. Если же нет, то устроим небольшое голосование. Друзья мои, те, кто смотрит это видео, оставьте, пожалуйста, свои комментарии, что вы думаете по поводу небольшой десантной операции в Галлии. Если вы поддерживаете меня, то в следующей серии именно так и сделаем. Высадимся в Галлии и захватим все прибрежные города Галлии. Там, насколько я помню, один мятежный город, а второй город контролируют Галлы. Довольно-таки крупные города там у них. И можем неплохо разжиться на этом. Что же, мы не заняли оборону на холме. Два отряда. Гасатов. Гасаты, как вам известно, это легкая пехота. Так, поставили мы на вторую. Скоро сейчас поставим на первую. Ремня не откидывает пилетасты. Пилом, вернее. И попадая в окружение римская армия. Ой-ой-ой, как они держатся довольно-таки долго. Хотя чардж был неплохой достаточно. Вот мы и минимизировали потери с вами, дорогие друзья. Ой-ой-ой, мы здесь даже можем и проиграть. Нет, победили. Победили, но я должен сказать, что я не ожидал, что так долго это все будет продолжаться. И какие гигантские потери. Друзья мои, пять человек. 14, 13, 21. Ну, нифига себе, мы здесь минимизировали потери. Завершаем битву. Да, 60 человек убили римляне. Вроде бы, чардж у нас прошел неплохо с двух сторон, даже с трех сторон. В конце зашли наши нумидийцы. Ну, ладно. На следующем году тогда посадим наш отряд кавалерийский на корабли и отправим в Карфаген на переобучение. Нумидийцы, я думаю, мы можем оставить в Коралисе. Сколько нам обходят содержание этих ребят, ополченцев, довольно-таки бомжатские ребята, но других у нас сейчас нет. Так, так, так. Можно заканчивать ход, я думаю. Дипломаты забыли. Мы сейчас ускорим. Мы тоже ускорим походку. Римские лазутчики шпионят у нас в Лилибее. И, пожалуйста, римляне решили нас атаковать. Но сейчас будет жаркая битва, я думаю. У нас небольшой численный перевес, но, как вы видели, по прошлому бою. Это пока еще ни о чем не говорит. Отправляемся сама лично в бой. Попробуем разбить римские армии еще до их соединения. Если это получится, это будет просто прекрасно. Спартанцы, спрашиваю, сколько их, а где они? Да, это мне кое-что напомнило. Ну да ладно. Так, вот они, римляне. Это у нас армия с лучниками. Быстренько отправляемся вперед. Вторая армия. Ну вот она, кавалерийская. Разворачиваем фалангу. И на тот случай, если вдруг вот эти вот ребята подкрепление римское решит. Отлично. Учники римские вспыхнули. Это просто прекрасно. Так, генеральский наш отряд сейчас должен выходить из боя. Все прекрасно. Разбили. Можно сказать, что нам удалось разбить первую армию. Так, здесь во второй армии два генеральских отряда и отряд лучников. Первую армию. Так, иллирийский бельтаст там, наемный бельтаст перепутал их, они похожи. Отключаем отбегания. Балиарские прачники начинают уже стрелять по генеральскому отряду, конечно же. Как вы знаете, мои дорогие любители Рима, да, и уже начинают падать лошадки. Так, еще пару залпов нужно дать. Сейчас удар генеральским отрядом будет. Вспыхнули лучники. Прекрасно. Балиары наши стреляют по кавалерии. Генерал Римский пока что не хочет умирать. Настойчивый парень. Но медицы наши там остались. Все, генерал вспыхнул. Убит генерал. И остался последний отряд римской кавалерии, которым мы сейчас благополучно и убьем. Да, все, победа. Разгромили мы римские войска. Вот один отряд велитого остается. Победа, я думаю, сейчас мы захватим Миссанну. Разграбим ее. Конечно же. Да, римские корабли уплыли от Коралеса. Так, дипломат, сейчас не до тебя. Так. Что у нас будет, если мы пойдем на штурм? Так, 15 к 2. У нас осталось только один слон. Большие потери здесь слонова. Вот поэтому я и не люблю авторасчеты. Уничтожаем население, получаем 3500 рублей. Ремонтируемся. Так, строим здесь порт. Хотя нет, не порт. Строим казармы и конюшни. Строим казармы и конюшни. Война объявлена. Сенат, Карфаген, домруто в Карфаген. Ну, все как и ожидалось. Так, что у нас в Кордубе? 936 человек, остается 64 человека до увеличения города. Итак, друзья, я думаю, что на этом я с вами попрощаюсь. Всем большое спасибо, кто смотрел. В этой серии мы нанесли уже несколько поражений римлянам. Довольно неплохие бои у нас получились. Развиваем экономику, строимся, расширяемся и готовимся к захвату мира. С вами был Виктор Барко, друзья мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующих видео. Бай-бай. Продолжение следует...